Чуваки, всем здарова! Вы на канале Грошик и сегодня будет подкаст с Алексеем Саватиевым, со вторым президентом Харреста. Давайте начнем. Первый вопрос, Леша. Скажи, пожалуйста, как вообще появилась идея создать с дядей Вовой? Как вы вообще познакомились с дядей Вовой? Расскажи нам это. Реально интересно. Создать команду Харреста. На самом деле с дядей Вовой познакомились очень давно, около шести лет назад. Да, мы давно с ним знакомы. Сначала мы вместе работали, как и по сей день, но потом наше знакомство переросло в такую довольно крепкую дружбу. Все началось с того, что я учился в школе и занимался видеомонтажом, а моя одноклассница работала у Вовой в лиге оператором. И она меня позвала монтировать видеоролики, обзоры футбольные. И, наверное, в году, в 15-16, плюс-минус, я как раз пришел к Вове в лигу и начал делать обзоры. И с тех пор я с ним работаю и делал у него обзоры. А у него, мне интересно, просто вот эта ВФЛ, его лига, да? Она в 15-16 году только началась? Или у него уже давно идет? Я просто это не знаю. Это вроде был, что ли, второй сезон, наверное. Вот, то есть я, можно сказать, попал под самое начало. А как вообще идея Харреста пришла совместно? У нас была сборная Вселожска 8 на 8, которая летом прошлого года участвовала в первенстве области в таком формате 8 на 8. И все парни загорелись, потому что там победа была, если ты побеждаешь, ты летишь в Сочи на Россию. Но, к сожалению, мы заняли третье место и никуда не поехали. И прошло два месяца после этого. Тургер был в июле, если я не ошибаюсь. Прошло 2-3 месяца, и команда понемножку начала остывать, рассыпаться. И на трех приходило там, дай бог, 10 человек. И мы решили, что сделаем медийную команду. Слушай, подожди, сразу вопрос. А вы не боялись сейчас с этой медийной командой случиться все быстрее? Вот вы говорите, ты сказал сейчас про сборную Вселожска, то, что она со временем стала распадаться. Через какой промежуток? Ну, сколько прошло, и потом она начала распадаться? Она основалась в июне. Да, турнир был в июле. И получается, что к октябрю мы уже понимали, что с этой сборной пока что ничего не получится. Но это пока что. Потому что на перспективу есть на лето собрать сборную 8 на 8 все-таки и играть. Вы вытяните два проекта, грубо говоря? Я не думаю, что сборная Вселожска 8 на 8 это такой прям вау проект. Да, но я, ну, все равно, это же надо и туда, и туда время. Ну, мы как-то совмещаем сейчас. Вова совмещает сейчас лигу и Харвест, и семейную жизнь. Так что по поводу этого? Как идея с Харвестом? Ну вот, получается, 8 на 8 в Вселожск у нас сошел упадок, так скажем. И я сказал Вове, давай создадим медийную команду, которая будет именно продвигать медиа. Потому что мы хотели, чтобы сборная Вселожска тоже типа что-то делала медийно. Но парни не были заряжены. Да, я видел там что-то пару шорцев, мы увидели, кстати, в Харвесте. Ну да, там было. Что-то пытались, делали. Вот, и получается, Вова тогда уехал на неопределенный срок в Владивосток. И мы созванивались, там по 4 часа с ним разговаривали, как это все лучше сделать, как сделать отборы. Ну и получается, в ноябре мы уже сделали отбор. Именно там пришли только в Вселожске ребятки, потому что мы не такие популярные были, скажем так. Вот, сделали отбор, отобрали людей, там в районе 15, что ли, если я не ошибаюсь. Вот, и потом все, пошло и поехало. Бля, Леш, расскажи лучше, блядь, как мы угарно подписывали контракты. Ну, первые, кто подписали, это я и Саша. Да. Тоже сказал, дай-ка, типа, расскажи, блядь, в каком месте это вообще. Да, кстати, это первые-единственные люди в Харвесте, которые подписали контракты. Хотел сделать всем контракты, но что-то не пошло, не поехало. Мы тогда договорились встретиться в Макдональдсе, на станции метро Ладожской. Договорились в 8 часов вечера. Подожди, договорились на 8, и они приехали в 8.50 или 8.40. Ну, ничего страшного. Пунктуально. Начальство не опаздывает, ничего себе сделать. Да, да, да. Нет, я был готов, на самом деле, выезжать в 7. Я тогда уже сделал выводы. Я был готов выезжать в 7. Я уже все, оделся. Оправдывается. Звоню в Вове, Вове, поехали. Да, едем. Прошло полчаса. Едем. Выезжаю. Ну, в итоге мы в 8 выехали. Нормально. В 8.50 приехали. Да. Мне Горох звонит. Ну, что, вы где, вы где? Мы уже хотим, хотим подписать контракт эти. Давайте, давайте. Я говорю, братан, ну 5-10 минут сейчас будем. Да, в итоге проходит 20 минут, 30 минут. Саша уже говорит, мне надо уже ехать. Ну, типа, у Сани были дела. Да, на самом деле, пообщавшись с парнями, они нам понравились, они довольно открытые были, поэтому мы просто дали им контракт, они их подписали и на этом мы разошлись. Но я не учел того момента, что я не все прописал в контракте, что надо, и поэтому через неделю мы встретились уже по Всеволосскому ангарям. На мини-собрании, да. Да, на мини-собрании, можно так сказать. И переподписали контракты со всеми условиями, которые выполняют только Горошик. Пока что. Кстати, на мою телегу ссылочка в описании. Подписывайтесь обязательно. Не подписывайтесь. Ебучку на обезвучку. Подписывайтесь. Ну, слушайте. А почему вообще ты подписал именно с нами контракт? На самом деле, когда начали… И почему именно 100 тысяч отступных? На самом деле, когда я первый раз увидел тебя в постах SPL, мне показалось, что ты довольно провокационный чувак, и ты сможешь в нашу команду преподнести что-то новое, и будешь так же хайпить на других людях условно, и не только на них. Вот. А Саня, мне кажется, как прицеп пошел тебе. Потому что про Саню я ничего не знал. Да я знаю, что ты ничего не знал, но просто он играет. На самом деле, ну, неплохо. Его же тогда даже Вазген выпустил в старте, посмотреть, кто он и что он. Понятно, что это не за что он нахуй играет, но он его выпустил, чтобы посмотреть, и вроде он Вазген, ну, лично, как мне показалось. Ну, это понятно, просто вот мы искали не футбиков, а медийных чуваков, и поэтому ты… Ну, когда Саша нам рассказывал про его контент, ну, то, что он сейчас все релиз, два релиза в феврале трека, там они залетят, помнишь, он нам рассказывал? Да. Я, честно, сам уже поверил в него, я удивился. Но в итоге пока ничего нет, уже Март. Ну вот, ты один из тех людей, которые что-то делали в комьюнити, и поэтому, так как у вас были некие проблемы с Кландайком, на матче, мы ездили тогда на матче, да, ТФК вроде против Алстана. ТФК против Алстана, да. Я уже тогда объявил об уходе из Кландайка. Да, и тогда мы предложили тебе прийти в Харвест. Кстати, скажу сразу, я, короче, думал не поеду, потому что я начал задумываться о том, время, сел и с к ней ехать, а потом все взвесил и понял то, что надо туда поехать, надо, надо. Потому что что, мне тут финляндский вокзал сел, доехал, только оттуда. На автобусе, и я уже там. В итоге горошек на двух последних тренировках не было? Нет, на предпоследних я был. Нет, я был. Нет. Я был. С Владом. Давай. Я не был на последних, вот которая была. А сколько на тренировке было последних людей вообще? Сколько ходят? На самом деле, мне сложно об этом говорить, потому что, ну не то, что сложно, мне обидно об этом говорить, потому что мы слишком много в этот проект вкладываем, на процентрировке было пять человек, три из которых медийных, один… Медийных уже? У нас все медийные, кто делает контент. У нас нет специально медийных. Понял. Вот три медийных, один футбик и один, можно сказать, администратор. Вот, мне скорбно об этом говорить, потому что мы всех привлекаем, мы всем даем возможности себя проявлять, но, видимо, людям это не надо, и поэтому будут приниматься некие меры. Какие? Пока. Возможно, вы уже их знаете, возможно, вы их узнаете. Поэтому пока все в секрете. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что будет просто. Всем привет, с вами Сава и Цепа, и вы попали на отбор в медийную команду. Покажи, покажи, покажи это! И вот она, и он проходит в следующий этап! А это все, куняк! Всем привет! Наконец-то, Покажи! Покажи, нормально. Сорвес лучше. На хуй! Тренировка, не надо, не ходите. Мы хотим взять небольшую паузу, и поэтому мы вас всем пропускаем. На самом деле, был момент, когда вера небольшая пропала, потому что... Вот, наверное, момент, когда ты болел, когда ты не выходил, условно, на некий контакт, на связь. Извини меня, я реально болел, я откисал две недели дома. Я на антибиотиках сидел. Я что, должен был ездить? Ну, я, когда болею, всегда езжу. Ну, извини меня, но я болел, потому что мне не встать с кровати было. В прямом, переносном смысле. Ну, просто, на самом деле, когда ты приходил, я видел в тебе такую маленькую звездочку, и у тебя горели глаза. Типа, прям делать, 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 делать. А когда ты пришел, ты такой, ага, я пришел, значит, типа, мне дадут, мне помогут. Типа, вот так, вот так, вот так. Не было такого, что я остановился, я сейчас, я вот тут, то, что... Ну, вот, если мне было то, что было, условно, недели, наверное, три назад. Ну, месяц уже. Вот, и после этих, вот, эти три недели ты уже, типа, начинаешь, типа, делать, 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 и я понимаю, что ты тот человек, который нужна команде. Поэтому горошек, у горошка есть шанс хорошо выстрелить, если он найдет свой путь, так скажем. Спасибо. Вот ты говоришь то, что ты тратишь много моральных сил, ну, вообще, на команду, на проект, ну, и физически, я думаю, ты заебываешься. Сколько денег уходит вообще вот на команду? Сколько уже ушло? Из личного кармана с дядей Вовой? Слушай, ну, примерные цифры точно, вы понятно, что не сможете сказать. На самом деле, скажем так, финансово больше в команду вкладывает дядя Вова, потому что, ну, это есть некие причины, так скажем. Ну, да. Вот. В принципе, примерно в команду сейчас вложено, даже так скажу, в команду началось что-то вкладываться, наверное, с января месяца. Потому что до января мы все делали своими силами, монтировали, снимали и все остальное. Потом у нас появился оператор, он по смыслительству и монтажер. Вот, условно, нужно ему заплатить, нужно заплатить за аренду полей. Две игры, которые проводились в DCI, это 24 тысячи в сумме. Ну, там, 24 тысячи это полтора часа, пополам на две команды, там 24 тысячи на две игры. Судья, фотограф, выходит игра в 30, даже не игра, две игры выходит в 30 плюс, 32 там условно. Вот. Ну, на команду уже вложено в районе, я думаю, 60, если не больше. Тем, вообще мотивация не пропала? Вот то, что ты сейчас видишь, что происходит, игроков не ходят на тренировки, да? Сейчас осталось немного. Мотивация не пропадает? На самом деле иногда бывают дни, когда ты хочешь все бросить. Я думаю, у каждого такие дни бывают, когда не хочется ничего выкладывать, не хочется ничего делать, хочется просто забить. Но ты понимаешь, что ты прошел уже хоть и маленький путь, но ты его прошел. Останавливаться нельзя? Вот, останавливаться нельзя, все равно люди не заканчиваются. Можно сделать хоть тысячу отборов. Взять из каждого этого отбора хотя бы по одному человеку, если они нам не подойдут, их кикнуть спокойно. И нам никто это не запрещает нам. И поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, хотя бы летом, даже не летом, ну ближе к лету, Harvest укрепится и появится та обойма, которая нам и нужна. Веришь в Ефу? Отчасти да, отчасти нет. Нет, если бы он не вкидывал так много, как он сейчас вкидывает, то возможно бы люди ему больше доверяли. Вот, если он перестанет это делать, перестанет нормально коммуницировать с комьюнити, не отвечать провокацией на провокацию. Ну то, что он не должен делать организатору. Это на самом деле, я вот не понимаю, Ефимова, он как организатор, вот, кстати, сейчас про Корша и Ефимова скажу пару слов, Корш, лицо лиги. Факт, факт. Ефимов организатор. Когда была вот та ситуация до внешнего января с Бужиным, я не выкупил поведение Корша. Как бы человек тебе что ни высирал, ты лицо лиги и организатор, вот, Ефимов, они начали зачем-то ему в ответку высирать. Зачем? Прав, не прав человек, просто молча кикни. Ну ты видел это, когда они там закусились. Я не понял, ты организатор лиги, ты должен просто кикнуть молча и все, не вестись на провокации. А Ефимов, мне кажется, Сергей чуть ведется на провокации, отвечает. Хотя мне кажется, просто стоит иногда промолчать, чтобы у него репутация не рушилась. Ну, с другой стороны, да, у него рушится репутация, но с другой стороны, возможно, просто хочет слишком много поводов создавать, чтобы были постоянные конфликты в комьюнити и что-то постоянно обсуждалось. Ну, вот из-за этого, возможно, комьюнити построится не должным образом, как это хотелось бы, потому что сейчас, наверное, 60% постов комьюнити – это про конфликты какие-то. Если Сережа пойдет, условно, в нужное русло, перестанет делать то, что он сейчас делает, а именно отвечать провокации на провокацию, будет все конкретизировано, то, я думаю, лига все-таки будет, но это нужно очень сильно постараться. Нужно сделать хороший продукт, который примет спонсор, ведь мистер Е хочет, чтобы лига была без вложений от команд, а без вложений от команд это будет сделать очень сложно, и поэтому нужно сделать что-то очень масштабное, чтобы спонсору это понравилось. Вот, я думаю, так. Что ты думаешь, Лисимов там сказал, то, что июль, а нет, конец мая будет первый турнир, или в начале мая, я не помню, но он в мае сказал, да? В мае первый турнир, и возможно, июль. Но он сказал так, что возможно июль будет первый турнир. Хорошо. Поэтому он сам еще не знает. На самом деле, если он сильно постарается, то все возможно, на самом деле. Как думаешь, в процентном соотношении, скажи, сколько? Это нереально сказать. Ну, это понятно, что нереально. Ну, просто предположи. Давай так, просто ради интереса. Это 50 на 50. Потому что если сейчас Сергей начнет коммуницировать с командами правильно, начнет делать ивенты всякие, делать шоу именно с командами, с которыми можно будет прийти к человеку, который даст на это денег, то тогда в мае с вероятностью нам, окей, 70%, если вот за март, за этот апрель можно будет выпустить условно там 4 ролика с командами, конференция, подкасты, челлендж, четвертый еще какой-нибудь, вот, то возможно спонсор это одобрит и даст денег на проект. Ну что, горошинки, вы мои любимые. Ролик подходит к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Леша, который будет в описании, на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Харвеста, на ютуб-канал Харвеста. И ставьте лайки, пишите в комменты, как вам выпуск, понравился, не понравился. И пишите, кого бы вы хотели видеть в следующем подкасте. Также, если вы не видели еще первую серию нашего сериала, то она тоже будет в описании. Поэтому смотрите и пишите, что вы думаете о данной ситуации. И мы ждем обратной связи. Всех любим, всех обняли. Всем пока. Пока.